Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о цикле DOM. И первую задачу, которую нам необходимо выполнить, это определить величину оранжевого диапазона в столбце B. Для этого мы напишем небольшой макрос, который будет заключаться в следующем. Он будет делать определенные действия до тех пор, пока значение в столбце B будет равно 1. Для этого мы зададим переменную типа Integer и дадим ей величину, которая будет равна 12, что соответствует первой заполненной ячейке в столбце B. Далее мы пишем the while, то есть это означает, делай пока ячейка i2 равна 1. И ключевое слово это loop, петля, повторяя до тех пор, пока ячейка cells i2 равна 1. Для этого мы i нарастим на величину 1. И в конце все это дело выведем в MessageBox и для этого от i мы отнимем 12. И пошагово запустим. При этом откроем окно LocalWindows, чтобы смотреть, что происходит с нашей переменной и как она работает. Запускаем пошагово. Значение переменной считывается. Значение переменной постепенно начинает наращиваться. До тех пор, пока не будет равно 21, потому что 21 строка это последняя заполненная строка. Переходим дальше и отнимается на значение переменной i, которое было в начале. Также проверку while можно поставить на выход. По шагу не будем запускать, запустим еще раз. То есть результат будет тот же самый. То есть можно на вход в процедуру, в цикл. И, соответственно, на выход. Следующей противоположностью является until. То есть делая до тех пор. Теперь мы применим на столбце d. Значение переменной у нас будет единицы. Значение столбца поменяем на 4. Также будем наращивать переменную. И затем из ячейки i вычтем единицу. То есть значение переменной, которое было в начале. По шагу начинаем запускать наш макрос. Макрос работает, потому что until, получается, делает то же самое действие, только прямо противоположное. Вот. Поэтому в тот момент, когда у нас значение будет равно единице, у нас работает макрос. Да, в данном случае это 11. Теперь нам необходимо понять, для чего нам нужна until. В принципе, это аналог do while. Если бы мы поставили здесь до места until do while. И здесь поставили не равно единице. Он бы так же самое сработал и отработал бы у нас, как 11 выдал значение. Кому как проще. Кто-то сдает таким образом, кто-то обратно. Кто-то пишет на вход в процедуру, кто-то пишет на выход в процедуру. Теперь давайте решим задачу номер 2, в которой нам будет необходимо найти высоту и длину диапазона, при условии, что строка у нас не имеет пустых ячеек. Для этого мы пишем процедуру SAT, тест 2. И так же задаем значение переменных. То есть, I равно первой заполненной ячейки в массиве, то есть это 5. Делай пока ячейка cellsi2 равна решетке. Решетка пишется в двойных кавычках, так как это текст. И напишем loop. Далее нам необходимо будет постоянно наращивать переменную на единицу, это I плюс 1. И так же выведем значение ячейки высоты, это cells2.1 равно I минус 5. 5 это значение величины переменной на входе. Так же давайте вовнутрь процедуры запишем cells2.1 и будем смотреть, каким образом у нас изменяется переменная I. Начинаем потихоньку запускать. Видим, да, у нас постепенно она начинает наращиваться до тех пор, пока значение равно решетке. Как только она дойдет до 20, она выйдет и отминусует пятерку, это начальный вход. Таким образом, величина высоты равна 15. Скопируем макрос и сделаем то же самое для колонок. То есть у нас также имеет переменная I будет иметь тип 2. Здесь мы поставим 5,2. Здесь мы поставим 5I, пока равна решетке. Так же у нас наращивается I. И величина будет вводиться в двойку. В конце, соответственно, минус 2. Запустим и видим то, что теперь у нас значение равно двойке. Равно 14. Проверим это дело. Так, вывод ячейки 2,2. 12,14. Теперь для того, чтобы вызвать второй макрос из первого, нам необходимо внизу где-нибудь написать просто его название, и оно будет вызваться. Так же можно писать таким образом вызов. Ну, в принципе, и так это будет работать. Теперь очищаем значение, запускаем наш макрос и смотрим результат. То есть по высоте у нас 15, 12. Таким образом, мы также можем сделать выход из нашей процедуры при достижении ее определенного значения. Давайте попробуем здесь написать следующее. То есть, если величина I у нас превышает больше 10, тогда, закрываем, будет exit, выход из цикла. То есть, нам нужно сделать определенную процедуру n-ое количество раз. И давайте посмотрим. То есть, у нас, видите, переменная наращивается. Как только она достигнет 11, она выйдет из цикла. Вне зависимости. Вот видите, сейчас она 11. Цикл выходит. Таким образом, мы предотвращаем попадание в нашу процедуру бесконечный цикл. Ну, как он, относительно бесконечный, потому что оперативная память неконечна. В какой-то момент он закончится и перестанет работать. То есть, Excel зависнет. Вот. И поэтому, благодаря этой процедуре, она просто выйдет из нее после определенного количества раз. И все. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Ставим палец вверх. Спасибо за внимание. До следующей среды. Продолжение следует...